Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой программе мы начали рассказ о воблерах Константина Кузьмина. И сегодня, как и обещали, продолжаем рассказ о новых воблерах. Вот теперь попробуем воблер-конвой. Тот из них двух, который тонущий, безлопастной. Вот мы убеждаемся, что он тонущий. Тонет он так вот, со средней скоростью, я скажу, вот еще раз. Ну, грубо говоря, где-то сантиметров 10 в секунду. Это нормально. Японцы вот эти воблера иногда называют свимбейтами. Почему свимбейтами? Сейчас я это покажу. То есть свимбейтами они называют любую приманку, которая, основная вот ее техника промотки предполагается равномерной. То есть по-японски, если мы будем вести этот воблер, то делаем так. Заброс, даем немножко утонуть и равномерно вращаем ручку катушки. Как это вот себя ведет, мы прекрасно видим. Оно максимально натуралистично, максимально похоже на движение рыбки. Пропорция такая, что это рыбка типа нашей плотвы, например. Такое средне-широкое тело. Вот оно идет, хвостом всем телом вихляет. Вот этот способ называется свимбейтинг. Ну, а по-нашему это просто равномерная проводка. Банально просто, но, скажем так, среднеэффективно. На самом деле лучше ловить на вот эти воблеры именно такого типа рывковой проводкой. Но рывки должны, в отличие от воблера класса минум, быть медленными и с такой небольшой амплитудой. Вот как-то так. То есть мы делаем маленький рывочек такой и потом даем воблеру опускаться. Очень много поклевок бывает в момент паузы. В отличие от суспендера, который в этот момент висит. Суспендер щука берет в паузу неподвижный. Он висит, она подходит, смотрит и амп. То вот этот воблер, он у нас все-таки движется. Движется он вертикально вниз. Ну, может быть, не совсем вертикально, а с учетом своей какой-то вот геометрии, чуть-чуть повиливая там чем-то, своими какими-то частями. Чем хороший этот воблер? Он очень эффективен в ловле пассивной щуки на жабовниках. Сразу могу сказать, что ТБСы, тонущие безлопастные составники, они не любят течение. На течении мы ловим или с проводкой поперек, или по течению. Против течения их просто выносят на поверхность. А в стоячей воде, пожалуйста, как здесь. Вот такой вариант проводочки. Вот иногда случается то, что случилось сейчас. Это перехлест воблера на проводке. Но обратите внимание, сколько я уже его забросил. Раз 10, вот на 10-й раз это случилось. Просто могу сказать, что некоторые японцы, например, есть очень известный японский ТБС, тонущий безопасной составник, Джакал Герон. Очень хороший воблер, реально работающий. Но вот он перехлестывается часто. Почему? Ну, именно потому что японцы его позиционируют как воблер для равномерной проводки. Мы же ловим больше рывковой проводки. Это как раз отличает нашу щуку от баса. Поклевки бывают в разных стадиях. И во время такого легкого рывочка, и в паузу. Большинство все-таки в паузу, когда воблер тонет. На течение, еще раз говорю, лучше этот воблер применять там, где вы двигаетесь вверх по реке и забрасываете перед собой. То есть upstream. Это именно вот этого безлопастного составника касается. Теперь мы берем другой его вариант. Этот безлопастной, тонущий. По геометрии тела все то же самое. Только ловучесть положительная. Есть небольшая лопатка. Что это дает? Ну, если мы кладем его на воду, вот он у нас плавает. Он лежит на воде, как и положено плавающему воблеру. Поэтому анимация предполагает примерно следующее. Вот мы забросили. Можно вести равномерно. Если мы будем вести вот таким образом, то он практически ничем, кроме, может быть, чуть-чуть горизонта хода, не будет отличаться от того воблера, который стоял несколько минут ранее. То есть в данном случае они с друг другом очень хорошо бьются, что называется, почти совпадают. Может быть, чуть-чуть более широкие рывки за счет лопатки. Но основное, опять же, как и в предыдущем случае, это рывковая проводка. Смысл в том, что эти два воблера очень дополняют друг друга, когда мы ловим на течении. На течении вот этим составником, который с лопаткой, удобнее ловить, забрасывая вниз против течения, ведя этот воблер. Тогда он идет достаточно глубоко, и в отличие от тонущего, без лопастного, он не выносится на поверхность. За счет лопаты он против течения заглубляется. К чему это я сейчас говорю? К тому, что, допустим, мы ловим на какой-то небольшой речке, и наша рыбалка состоит из двух этапов. Сначала мы идем вверх по течению, забрасывая перед собой. Тогда мы ловим вот на тот воблер, который стоял перед этим, на без лопастного. Потом мы возвращаемся, например, тем же путем или по другому берегу, той же речке, назад, и забрасываем так, что воблер идет против течения. Тогда мы ставим вот этот воблер. Наконец, вот один очень интересный воблер, который, на мой взгляд, в серии, самый оригинальный. Он называется Кубикс. Сейчас я его прикреплю. Почему Кубикс? Ну, это ясно из его внешнего вида. Он имеет такие же вот угловатые пропорции. Ну, единственное, может быть, то, что отличает от чистого параллелепипеда, это вот такой задний скос. Ну, он сделан так, может быть, больше декоративно. Что мы имеем? Мы имеем воблер сверхмелководного класса с огромным лобовым сопротивлением, с очень активной игрой. Как он себя ведет, сейчас я покажу. Вот, когда я его тяну, мне на катушку очень сильно передается эта вибрация. При том, что размер воблера небольшой. Весит он, если я не ошибаюсь, грамм 5 или 6. Если я наклоняю вершинку удилища близко к воде, то он где-то так зарывается на 5 сантиметров. Если я держу вершинку чуть-чуть повыше, то это чистый сверхмелководник получается. То есть воблер, который идет, оставляя, ну, сейчас он перехлестнулся, сейчас я поправлю, идет, оставляя за собой такую килевую волну в виде горбика. На самом деле есть идея сделать то же самое, но крупнее. Но здесь задача какая была сделать такой сверхмелководный, подчеркнуто сильно играющий головлевый крэнк. Вот когда была у меня предсерийная версия этого воблера, я на него ловил не где-нибудь, а здесь рядом, в Сызрани. В Сызрани очень много головля, который между островами, там во всех этих протоках, ну, там было что-то такое ужасное. Там было избиение настоящего этого бедного головля. Плюс еще на него ловился, естественно, окунь и ловился ясь. Рыба ясь, она с некоторых пор стала такой легендарной. То есть для многих из нас это что-то предел мечтаний, хотя я понимаю, что, скажем, здесь на Волге его достаточно много. Но смысл в том, что ловим либо на мелких местах, либо на каких-то глубоких местах. Но где хищник, я прошу прощения, брызги летят, где хищник выходит на поверхность. И вот такая самая примитивная, равномерная проводка, она дает свой результат. Воблер максимально прост в управлении. Это крэнки, но американцы, если кто-то, может быть, не в курсе, называют эти приманки идиот-бейтинг. То есть приманка для идиотов в том смысле, что дашь какой-нибудь шимпанзе спиннинг в руки, научишь вот так вот крутить катушку, и она поймает рыбу. Ну, на самом деле, это, конечно, немножко утрировано все, потому что все эти идиот-бейты, они требуют понимания того, где что и как. Но техника проводки максимально простая. Тут вариации какие? Скорость, во-первых, раз. Во-вторых, может быть, иногда крэнки имеет смысл подтвичивать. Редко, но иногда это стреляет. И положение вершинки удилища. Чем ниже вершинка удилища, тем он у вас ниже идет. Ну, это максимум, там, сантиметров 5-7 от поверхности. Вот я вниз опускаю, можно даже вот так вот засунуть в воду в некоторой ситуации. Но смысла в этом особо нет, все равно он тут же не уйдет. Потому что лобовое сопротивление такое, и положение лопаты такое, что воблер у вас поверхностный. Плюс он весьма-весьма сильно плавающий. Пока размер один, но именно потому, что этот размер, как вот мне видится, он считается оптимальным для ловли головля. Основная рыба, на которой этот воблер создавался, это именно галавр. При том, что галавр его ест размером от 200 грамм и до килограмма с лишним. Может быть, имело бы смысл сделать побольше, чтобы ловить, например, ту же самую щуку системно на жабовниках. И сейчас я покажу, наконец, воблер номер 5. Точнее, это даже не воблер, это тупотор. Идея возникла какая? Ну, если мы делаем несколько воблеров, то есть приманок, которые у нас идут под поверхностью, то логично их дополнить чем-то таким, что обладало бы чисто поверхностным эффектом. Это вокер. Называется он бонго. Название не я придумал, но пусть будет так. Смысл в том, что размер тоже небольшой. Он имеет длину 77 миллиметров. Это такой компромиссный вариант по трем рыбам. Это окунь от среднего и выше. Это щука такого, ну, травяно-среднего размера, то есть от 500 до 1,5 или 2 килограмм. И это жерех. Проводка достаточно простая. Такими рыбочками изображаем вокинг видок, то есть выгуливание собачки. Это один из вариантов, который более эффективен по щуке, когда он достаточно широко у нас, ну, как, относительно широко отклоняется. И можно вот такую вот более резкую, но ревковую проводку, но здесь просто не хватает немножко пространства. Это у нас проводка называется окуневый дрочек. Все зависит от того, какую рыбу мы ловим. На голове лучше вот что-то вот такое. С минимальным разбросом, но такое дробление, которое именно вот называется термином, немножко он неблагозвучный, но он именно окуневый дрочек. Вот эта приманка, именно вокер, с тем, чтобы изображать окуневый дрочек, она все-таки больше предполагает палку с относительно, ну, такой мягкой вершинкой, когда получается такая обратная связь. Не все модели, они предполагают разгон, потому что вот вокеры бывают в основном двух типов. Это вот этот вертикально стоящий и есть лежачий. Вот лежачий разогнать в стороны проще. Просит и прямо более лежащий? Да. Вот. Они, во-первых, должны быть более крупные. Во-вторых, у специальной модели. Например, есть классика жанра у Хэддена, там, Сара Скук, там, вот эти все вокеры старого такого типажа, вот они разгоняются сильнее. Тоже так же дергать, да, да, тоже так же дергать, но единственное, там, как сами американцы говорят, там все-таки чуть более предпочтительная монофильная леска. Потому что это старые модели, они появились в те времена, когда не было плетеных лесов вообще. Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня время нашей программы подошло к концу, а мы на этом прощаемся с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!